Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. С вами, как всегда, я Владимир Тишевский и у меня в руках Xiaomi Mi 8 Lite. Этот смартфон я распаковал чуть больше суток назад, но мне потребовалось еще время, чтобы подзарядить и 24 часа назад, ну там плюс-минус, я снял его с зарядки и начал пользоваться девайсом и тестить, изучать и смотреть, что он себя представляет. Mi 8 Lite у меня в глобальной версии, если посмотреть на коробочки, видите, Global Version. Этот смартфон я покупал на территории своей страны, потому что хотел как можно быстрее сделать обзор, но когда узнал о его цене на 11.11, я просто, честно говоря, прифигел, потому что у себя в стране я купил его прям вот реально задорого в сравнении с ценой на Алиэкспресс 11.11. Я тут как раз уже нашел специально, чтобы показать вам, потому что я видел это в компьютерной версии. 209.99, а я купил за 7500 гривен, что равняется по нынешнему курсу, давайте сейчас посмотрим, 267 минус 209 на 58 долларов дороже, нежели в Китае. И это без учета кэшбэк. И, кстати, одним из моих любимых кэшбэков является кэшбэк от Letyshops. Letyshops это огромнейший кэшбэк-сервис, который имеет огромнейшее количество партнеров и, в принципе, хорошие условия по процентам и по выплатам. Поэтому Letyshops рекомендую. Итак, друзья, переходим к самому смартфону. Смартфон я одел вот в его фирменный такой чехольчик, постарался не заляпывать заднюю крышечку. Но скажу, что выглядит он действительно симпатично. И, в принципе, конечно, он очень сильно мне напоминает Nova 3i или P Smart Plus. Прям вот очень-очень сильно. В P Smart Plus там идет вертикальная камера. Вот, а здесь вот таким образом камера. Я думаю, что если бы заклеить вот так вот логотипчик, то многие люди бы даже внешне не отличили. Потому что, как бы, не особо-то обратили внимание на камеру, на расположение непосредственно камеры. Все остальные моменты, в принципе, в данном смартфоне стандартные. Здесь комбинированный лоточек. Я к этому привык. У меня в Samsung комбинированный лоточек. Далее, регулировка громкости кнопка включения. Здесь все понятно. Клавиши хорошенькие, качественные, не болтаются. Отсутствует разъем для наушников, что создаст небольшую, как бы, проблемку. Так как у меня все еще проводные наушники с 3,5-миллиметровым джеком. Но, благо, есть тут переходничок в комплекте. Ну, хоть как-то решает. Или, наверное, стоит уже переходить на Bluetooth наушники, которые у меня, кстати, есть. Но я как-то не знаю. Что-то я Bluetooth наушники еще до сих пор не прохавал. Что касается экрана. То здесь он 6,26 дюйма. Не скажу, что он прям вот мега-мега качественный. Мне показалось, что на Xiaomi Mi A2 получше экран будет. На Redmi Note 5 чуть меньше яркость, чуть меньше сочность цветов. Экран здесь на уровне, я бы сказал так, что Redmi Note 6 Pro. Кстати, в Redmi Note 6 Pro там тоже 6,26 дюйма экран. Так, что касается софта. То здесь стоит 9,6 MIUI, которые не обновляются. Для меня это странно. Вот по той причине, что все-таки уже глобальная версия. Все там, как бы, круто уже. Были презентации. Xiaomi прямо так анонсировала этот девайс. И все еще 9,6 как-то могли подготовиться под напрячь разрабов. Как-то я не знаю. Ну, в общем, вот это немножко печальный момент. Поставил я немного другую тему с такими видоизмененными иконками. Чтобы не старые были. Ну, как-то, может быть, стало полегче. Но все равно. Вы знаете, мне не очень нравится. Я уже отвык от MIUI 9,6. Представьте себе. Хотя еще буквально при распаковке я радовался, что тут вроде бы как 9,6. Типа, да, MIUI 10. Может быть, не всем нравится. Блин. Ну, вот MIUI 10 мне нравится больше, чем 9,6. Также из минусов можно отметить о том, что нет возможности поставить сюда проценты. Я имею в виду именно в базе. То есть, чтобы там без танцев с бубнами. Просто вот заходим. Раньше можно было здесь блокировки и защиты. Здесь снизу поставить проценты. Нету сейчас этого. Просто отсутствует. Это, как бы, тоже такой небольшой печальный факт. И все это из-за этой челки. Кстати, смотрите, как я сделал. Я поставил от айфона здесь обоину. И не видно этой челки на разблокировке. Кстати, еще один такой момент. Странненький. Я заметил о том, что здесь нет разблокировки по лицу. Причем, что я регион поставил не свой, не Украину, а поставил Индию. Как это я делал в Redmi Note 6 Pro. И тут появилась сразу же разблокировка по лицу. Здесь, к сожалению, пока что такого нет. И это немножко странновато тоже. То есть, прям вот смартфон, который, ну, ничем, по идее, не должен быть хуже, чем, там, Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, не получает такой вот, ну, интересной фишки. То есть, по лицу мне прям вот очень нужно было бы, потому что я терпеть не могу сканеры отпечатка пальцев на задней стороне. И в начале видео вы заметили, что я взял, два раза тапнул, пришлось вводить пин-код. И все это фигня. У меня очень часто смартфон просто лежит на столе. И для того, чтобы что-то там сделать, я беру, вожу. И мне нужен, как бы, сканер отпечатка на передней части. Можно было бы сделать такой, как бы, эффект по разблокировке лица, как это у Huawei. То есть, смартфон берешь, он активируется, и он, раз, по лицу разблокировался. Вот, то есть, смартфон, как бы, там, даже вот так вот, боком, раз, и все, и он у тебя уже разблокируется. Здесь, к сожалению, тоже такого сделать пока что нельзя. Нужно тянуться к сканеру отпечатка пальцев, для того, чтобы разблочить. В общем, такая вот мелочи, это такие мелочи. Но все эти нюансы, они, как бы, складывают общее впечатление о девайсе. Плюс ко всему, смартфон у меня два раза неожиданно перезагрузился. Первый раз, когда я устанавливал приложение, смотрите, сколько я тут уже наустанавливал приложений. Вот, и Letyshops, кстати, поставил, подготавливаюсь, видите, к этому, к 11-11. И, когда я все это устанавливал, он у меня в какой-то момент взял и вырубился. И, вот, буквально час назад, я, когда включал камеру, он у меня просто взял и тоже начал перезагружаться. И я такой, воу, подождите, стопэ, неужели этот глюк будет постоянно? Я надеюсь, что это был просто какой-то разовый глюк и его больше не будет. Но, тем не менее, блин, это очень-очень сильно раздражает на самом деле. Также скажу, что за 24 часа мне уже несколько раз вылазила реклама. Ну, которую я уже, наверное, сниму отдельный ролик. Вот, как отключить рекламу в Xiaomi. То есть, есть тут способы. Пока что не буду рассказывать. Покажу, расскажу, чтобы это тоже было, как бы, в отдельный ролик. Как говорится, собрать хайп и просмотры, почему бы и нет. Также я тут, видите, поставил и уже и социальные сети, и всякие разные мои необходимые приложения. Практически все, что мне нужно, я уже сюда установил. И это все на одном заряде батареи. Давайте, кстати, посмотрим на информацию о батарее. Что тут осталось у нас? Питание, потребление энергии. Режим ожидания, видите, один день уже, о, уже, видите, один день 3 часа. То есть, все-таки уже больше, чем 24 часа прошло. Ну, плюс-минус, вот. И время работы экрана 3 часа 53 и осталось 27%. И это при аккумуляторе 3350 мА. Честно говоря, результат так себе слабоват. Ну, я думаю, что владельцы Redmi Note 5, Note 6, у которых по 4000 батарейка, могут это подтвердить. Потому что знают, что они все-таки лучше держат заряд, чем, в общем, этот смартфон. Причем, что я же говорю, что я его не прям так сильно эксплуатировал. Я еще не успел даже потестить игры. Я их установил. Даже, кстати, World of Tanks еще даже не закачал кэш. Только запускал PUBG и Asphalt 9. И все. Дальше. Я, конечно же, сделал ряд снимочков и даже видео. Тут у меня есть даже супер няшные фоточки. Вот. Я тут кроляшку своего. Вот, знаете, какая милашка, кроляшка. Вот, пофоткал. Селфи тут сделал. Портреты сделал. В общем, в целом, скажу, что камера, конечно, интересная. Но надо бы еще потестить вечерние режимы. Надо бы еще потестить побольше портретных режимов. Вот, все-таки, хотелось бы проверить, насколько эта камера лучше или не лучше. И, конечно же, сравнить с Redmi Note 5, Note 6 Pro и еще другими девайсами. Насколько это возможно, я постараюсь делать сравнение. Ну, а пока рекомендую вам просто просмотреть немножечко фото и видео, которые я уже успел снять на данный смартфон. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, как вы заметили, я использую режим жестов. Немножко непривычно. Я бы сказал так, что достаточно сложно и напряженно. О, смотрите, сколько у меня тут приложений дофига запущено. И смартфон при этом работает шустро. Все-таки Qualcomm Snapdragon 660 дает свой результат. Этот смартфон действительно работает быстрее, нежели Xiaomi Redmi Note 5 и даже Note 6 Pro. Это ощущается не очень-то прям вот сильно. Но вот, допустим, смотрите, какой элемент. Когда я фотографирую на Redmi Note 5 или даже на Note 6, еще включаю HDR или искусственный интеллект, то после снимка смартфон как бы аж подвисает. Здесь, вот смотрите, я делаю снимок раз, два, три. Все это с искусственным интеллектом. Только он, правда, что-то не распознает, что это рука. Но в целом достаточно быстро. Даже вот мы сейчас вообще включим принудительный HDR. И давайте смотреть. О, немножечко все-таки задержка есть. Но на Redmi Note 5 эта задержка вот с HDR, со всеми этими фишками, намного дольше. То есть там бывает до 5 секунд иногда нужно ждать. Это, конечно, немножко напряжно. Так, кстати, что я еще заметил. Здесь камера снимает видео в 4К. Но есть как бы некоторый нюанс, который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот, может быть, я где-то недосмотрел или это. Мне казалось, что у камеры на Mi 8 Lite есть 1080p 240 fps. Но здесь только есть 720p 240 fps. Я не скажу, что это недостаток. Но все равно сам факт, что вот так вот оно есть. Хотелось бы 240 fps на Full HD. Но я, насколько я помню, именно в старшем брате, то есть в Mi 8, это есть. Также видео записывают 4К. Фронтальное записывает видео в Full HD. Вот, и, кстати, тут еще можно Full HD 60 fps поставить тоже, если вам нужно. Тоже хороший вариант. Конечно, я бы записывал уже все видео в 4К. Также скажу такой еще в моменте, который я заметил. Я пользуюсь часами Amazfit Bip. И я подключил через приложение Mi Fit сюда эти часики. И у меня постоянно теряется коннект с ними. То есть у меня часы каждые 15 минут вибрируют и пишут о том, что соединение с устройством потеряно. Соединение с устройством потеряно. Вот такой нюанс, который меня, честно говоря, немного напрягает, потому что в Samsung такого не было. И я помню, что еще в моем Xiaomi Mi 5s, который был ранее у меня еще раньше, тоже была подобная ситуация, когда очень часто терялась связь с устройством. Вот это мне тоже не нравится. И я, честно говоря, немножечко раздражен. Конечно, можно убрать это уведомление. Но тогда я не буду знать, подключены ли у меня часы к смартфону. И не буду знать, придет ли мне важное уведомление. Потому что я все-таки уведомления себе поставил. И они мне нужны. Итак, давайте подведу итог по эксплуатации 24 часа. Смартфон внешне составил приятное впечатление. Тут без спору. Достаточно быстро заряжается он. Это тоже хорошо. Но автономность так себе, по крайней мере, по первым впечатлениям. Также меня смутили вопросы отсутствия MIUI 10. Разблокировки по лицу, что тоже хотелось бы. Также потеря контакта по Bluetooth. И достаточно быстрая разрядочка. Вот эти вот нюансы, которые меня смутили. И я думаю, что в полном обзоре я уже более подробно расскажу вам о том, действительно ли это тот девайс, который стоит брать и стоит покупать. Пока что делайте выводы сами. И пишите в комментариях, что вам из того, что я рассказал, было полезным. Что вас смутило, что вам понравилось в этом телефоне. Пишите обо всем об этом в комментариях. На этом я буду заканчивать свои видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрите другие интересные видео. Всем пока. До скорой встречи в новых видео.